из чего традиционно готовится царь салат есть две разновидности салатных листов первое римский салат ориентировочно 50 лет назад французские селекционеры относительно биологического материала римского салата создают little джем то есть маленькая жемчужина поэтому мы с вами можем использовать именно вот этих два салата и у нас с вами получится тот самый аутентичный правильный вкус мы только что с вами помыли салат у меня прошло минут десять его необходимо подсушить потому что лишняя влага нам испортит дрессинг бумажным полотенцем обсушили его важный момент ребята кончики салатных листов обязательно нужно срезать потому что они будут горчить у жемчужины тоже обязательно вот эти вот в темные кончики срезайте как закончите подготовку салата сразу отправляйте его в холодильник так чтобы он у нас с вами был свеженький хрустящий давайте будем делать с вами дрессинг нам понадобится 3 желтка столовая ложка дижонской горчицы среднем столовую ложку белый вины уксус все смешали следующий момент теперь нам необходимо добавить оливковое масло именно оливковое масло нужно добавлять его тонкой струйкой для того чтобы это сделать я налил специальную профессиональную бутылочку если у вас такой бутылочки нету то наверняка у вас есть носик который одевается в обычную стеклянную бутылку короче говоря нужно добавлять понемножку если вы добавите сразу большое количество то ему если у вас не получится видите как густо нам сейчас нужно с вами осветлить чем просто обычная вода буквально столовая ложка опа ибо наш дрессинг становится светлей жиже добавлю еще масло в итоге на 3 желтка я использовал 220 грамм оливкового масла столовая ложка сока лимона замечательно еще воды еще воды в итоге у меня грамм 50 обычной бутылочной воды следующие и самые главные ингредиенты которые дают нашему дрессингу тот самый правильный вкус это анчоусы 30 грамм масло мне не нужно сливаю меленько меленько режем нам нужна буквально паста 3 зубца чеснока все смешали делаем пасту вот такая вот у нас с вами история замечательно получается все сюда да это будет мощный вкусный дрессинг совершенно верно кстати ребята все добавляют анчоусы в дрессинг цезарь салата на самом деле цезарь кардини никогда не использовал анчоусы он использовал соус форчестер анчоусы стал добавлять его брат алекс кардини он был военным летчиком и когда он закончил службу в армии вернулся к своему брату помогать ему в ресторанном бизнесе и вот именно он стал добавлять анчоусы в дрессинг и салат это назывался уже не цезарь а салат-авиатор по сути мы все с вами сегодня делаем не цезарь а салат-авиатор вот какой парадокс про алекса никто не помнит все только знают цезаря ну да ладно какая разница кардини да кардини все это дело с вами смешали аккуратненько вот так вот добавим сюда щепотку черного перца и последний штрих это пармезану 2 столовые полные ложки натертого пармезана мешали добавлю к я еще немножко воды дрессинг у нас с вами должен быть легкий не тяжелый обратите внимание он совершенно отличается от обычного майонеза другой цвет другая консистенция ну и соответственно вкус конечно будет другой попробуем вот это да вот это я понимаю вещь добавлю чуть-чуть соли вы скажете добавил анчоусы да я добавил анчоусы но все равно соли хочется добавить и добавим сюда еще половину столовой ложки торсенькового сахара попробуем еще да вот теперь идеально дрессинг можем с вами слить другую емкость более привлекательную закрываем пленочкой отправляем холодильник сейчас мы с вами погрилуем курочку куриную грудку соль черный перчик и маринуем в оливковом масле совсем немножко мой гриль горячий давайте курочку пожарим жарим минут 5-6 с каждой стороны по две с половиной три минуты так у меня прошло среднем две с половиной минуты обратите внимание как понять чтобы ваша грудка уже практически готова вот видите она мне лежала только на одной стороне уже даже сейчас видно что она почти готова вот осваиваться концу вот эти два кусочка перевернули даем еще две с половиной три минуты вот этот кусочек у меня потолще поэтому я его слегка придавлю ускорю процесс приготовления ну вот смотрите-ка видите какая курочка у нас с вами сочная ведь как она красотища куриную грудку ну как и стейк хороший главное не пересушить мясо должно быть нежным сочным ну все мяско готово вот она у нас красавица я достал дрессинг из холодильника пару столовых ложек для нашей курочки вот так вот да прям горячую курицу этим дрессингом она сейчас напитается этими ароматами вкусами будет вообще просто бомбическое нам нужно курицу эту охладить она нам понадобится именно холодная добавляем немножко пармиджану пахнет это просто невероятно ребята просто ее конечно можно подавать отдельно но мы с вами делаем канапе охлаждаем до комнатной температуры давайте возьмем пару лепешек тактиль и слегка ее нагрели подрумянием хорошо убираем закрываем их полотенцем для того чтобы они были теплыми и сильно не подсохли дожидаемся когда курица остыли заканчиваем наше первое блюдо мяско остыло посмотрите как выглядит наш салатик ну чудо листочек листочку хрустящий нежный вы посмотрите следующий момент мелко нарезаем курицу вот видите буквально так вот небольшой кусочек лучка красного лучка листы нашего салата салат ромен римский салат точно также режем достаточно мелко вот так вот так ребята помните листья должны быть сухими после холодильника достали посмотрели если влажный еще промокните бумажным полотенцем так все возвращаем обратно нашу тарелочку в которой было мясо заканчиваем старшей начиночкой добавляем пока две больших столовых ложки смело еще две ложки чуть-чуть черного перца щепотку добавлю немножко чили для характера смотрите не переборщите соус видите какая консистенция то есть салатик достаточно влажный но в то же время он не мокрый столовая ложка пармезана так эксперт дегустируйте очень вкусно супер я очень рад друзья уверен что вам тоже понравится давайте заканчивать это место смочите нашим соусом забиваем пустоты пищевая пленка и закручиваем достаточно плотненько наши колбаски готовы отправляем их холодильник в среднем на час-два вообще я рекомендую вам делать такие рулеты заранее часов за пять за шесть например вечером у вас вечеринка много гостей спокойно сделайте все заготовки днем в холодильник и вечерком просто нарежем ребята прошло мне два часа посмотрите как выглядят наши рулеты очень очень острым ножом нарезаем вот так оно должно выглядеть ну ребята вот наш цезарь салат жареный пармезан просто белисимо невероятно вкусно несмотря на то что мы в принципе сделали одну базовую идею соус похожие у нас ингредиенты на самом деле вот эти два блюда они совершенно отличаются друг от друга очень выразительный вкус нежный легкий вы их можете поставить как закуску в начале вашей вечеринке так и в конце когда уже скажем со стола все убрали даже десерт когда вы покушали вы же продолжаете веселиться до утра еще осталось время выпивайте шампанское что-то выпиваете и вот такие вот легкие канапе вот такие легкие бутерброды будут в самый раз друзья на этом все надеюсь вам было интересно сегодня увидимся в следующий раз пока пока